Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера снова падал, потому что германское правительство продолжает продавать биткоины. Но биткоин пытается восстановиться после атаки 4 июля. Посмотрим в этом видео на графике. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем к теханализу прямо сейчас. Открываем рынки и чуть позже почитаем комментарии. Вчера на рынке было небольшое падение. Биткоин 56400 снова падал вчера, потому что правительство Германии продает биткоины. На недельном таймфрейме теперь смотрим. Видите, что биткоин пробил годовую трендовую линию. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Стохастик находится в перепроданности. Очень низко ушел. Последний раз мы такое видели, когда это было еще в ноябре-декабре 22-го года, когда биткоин стоил 17 тысяч. Или нет, даже 16. Тогда стахастик был на этих значениях перепроданности. По волнам эллиота теперь. У нас тут коррекция ABC. И честно говоря, я смотрю, что там вот был отскок. И пока что ниже мы не уходили. Они становились повыше, чем предыдущий минимум, который был 4-го июля. Поэтому можно было бы сказать, что это уже точка C в коррекции ABC. И если это действительно так, то тогда мы можем начинать новые волны эллиота. Там будет 5 волн. Это первый импульс. Но я пока что не буду прорисовывать окончательно, потому что мы не уверены, что действительно уже начались эти волны. Потому что нужно подтверждение, что уже есть точка C. Если вы не понимаете, о чем я тут говорю, то вам нужно пройти мои курсы. Ссылка есть в описании под видео. Первый импульс – коррекция. Это волны эллиота. Второй импульс – самый большой. Коррекция. И финальный импульс. А затем коррекция ABC, которая вот по идее должна закончиться. И если получаем подтверждение, то начинаем новые волны. Объемы-то начали расти. Посмотрите. Одни из самых больших объемов на покупку вчера были. Это хорошие новости. 206 тысяч биткоинов. Отличные новости. Нам нужны хорошие объемы. Вот сравните с 4 июля, например. Там было проторговано почти столько же. 197 тысяч. И было падение по цене. А вчера было проторговано 206 тысяч. Но было больше объемов на покупку. Это хорошие, очень хорошие новости. Может быть, уже можно начинать новые волны эллиота. Поэтому давайте предположим, что коррекция ABC уже закончилась. Потому что новый минимум выше предыдущего. Но мы все равно пока что не уверены. Но давайте просто предположим. И тогда получается, что мы можем начинать новые волны эллиота. И теперь мы прорисуем этот импульс, исходя из того, что мы видим на графике. И исходя из моего опыта. Итого, первый импульс, я бы сказал, приведет нас снова к этой желтой трендовой. Затем будет разворот. Затем третья. Хотя нет. Если мы хотим пойти на 88, то что маленькие волны? Тогда второй импульс это будет... Пойдем на обновление максимума. И финальная волна, может быть, и не дойдет до 88. Потому что должна быть меньше, чем предыдущий импульс. Потенциально могло бы быть вот так. Но опять же, нам нужно подтверждение того, что уже есть точка Си. Давайте опустимся на четырехчасовой. Посмотрим. Стохастик направлен вверх. Какие там, может быть, паттерны еще на графике? Хороших не вижу. Но я вижу медвежий флаг. Вместо этого формируется на четырехчасовом. Мы проведем вот так. И получается, что медвежий флаг на биткоине. Или нет? На самом деле это не медвежий флаг. Я бы сказал, что это больше симметричный треугольник. Обычно внутри такого треугольника создается давление-давление. И выходим вверх, когда пройдем 70% длины. Тогда получается, будем выходить из этого треугольника 11 июля. И пройдем расстояние, которое можно измерить по основанию. Будет цель на биткоине. Сколько? 61 тысяча. Посмотрим. Где я бы заходил в лонг на биткоине? Я уже давал торговую идею зайти на 52 тысячи. Биткоин, правда, туда не опустился, но это уровень поддержки. И я бы эту торговую идею и оставил. Зайти на 52 тысячи. С коротким стоп-лоссом. Опускается. Разворачивается. Идет вверх. Тогда все хорошо. А нет, тогда закроемся по стоп-лоссу. И тейк-профит тянем до трендовой линии. Получается так. Или даже можно выше. Посмотрим там на реакцию. Соотношение риск-прибыль по этой сделке 132. Риск 286 долларов. Заработать можно 37 800. Это в расчете на 1 биткоин. С 10-м плечом будете торговать, заработайте 370 тысяч. Можете поставить стоп-лосс чуть дальше. Если готовы взять больше риска. И еще одна торговая идея, более рискованная. Зайти от этой трендовой линии. Цель тут будет выход из треугольника 11-го числа. Тейк-профит поставим на месячное сопротивление. Вот такая вторая торговая идея. На битточке. Риск 417 долларов. Заработать можно 7 700. С 10-м плечом заработайте 77 тысяч долларов. Две такие торговые идеи. На биткоине. Прекрасно. На 52 тысячи можно зайти. Или на 55. Как понимать все то, что я объясняю. Серая метка справа – это цена входа в сделку. Красная внизу – это стоп-лосс. И зеленая вверху – это тейк-профит. 62 936. И по второй торговой идее аналогично. 52 тысячи цена входа. И так далее. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. 1. Это биржа, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. Проходите вообще все курсы. Трейдинг на фондовом рынке. Законы денег. 30 часов полезной информации. Так что пройдите их все очень полезно. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров в телеграм-канале и 3,5 в телеграм-чате. Теперь мой торговый аккаунт на Байбит. 519 300 долларов. 538 513. И сегодня 519 тысяч. Сделка по биткоину у меня в минусе на 12 600 долларов. Размер позиции 267 тысяч долларов. 4,5 биткоина. Еще один ордер стоит на 52 тысячи. То же самое на споте. И то, что я держу. 15% в биткоине. 40% в USDT. MCRT 15%. Uniswap 9. Dogecoin 8. Worldcoin 7%. Pocket 1.8. Вот то, что я держу на этом аккаунте. И теперь давайте пройдемся по эфиру. 3020 долларов. Нашел поддержку на 2800 долларов. Эфириум. Был от этого уровня отскок. Хорошая была точка входа. Уже прошел вверх эфир. Но на эфире большой M-паттерн. Но это нехорошо. Раз. Два. Некрасиво. Если это M отработает, это будет жесткое падение. И где находится основной уровень поддержки? В таком случае, я бы сказал, что... Давайте уберем все старые линии, чтобы они не мешали. И поищем уровни поддержки. На недельном давайте. Сильный уровень поддержки находится здесь. На 2300 примерно. Но если, конечно, эфир пойдет на 2300, это будет, конечно, жесть. Но зато это будет безопасная зона, где можно подобрать эфир. Но, в общем-то, можно и попробовать отскок выше. Тут, похоже, нарисовал хорошее дно. На 2800. И цель по тейк-профиту та же. Цена входа здесь получается 2804. Стоп-лосс на 2764. Риск 39 долларов. Заработать можно 1200. Это в расчете на один эфир без плеча. И более безопасный вариант это зайти на 2284. Вот две такие торговые идеи на эфире. Прекрасно. И теперь давайте почитаем комментарии. Вопросы, ответы. 38000. Это вряд ли. Я так не думаю, что биткоин опустится на 38. 52 тысячи. Такое возможно. Но об этом мы уже говорили. 52. Скорее всего. Есть еще уровень на 46 тысяч. Там суперсильная поддержка. 46 тысяч. Суперсильная поддержка. Которую биткоин уже вряд ли пробьет. Что насчет покета? Да у меня там стояла заявка на 4 цента. Но я хочу посмотреть, как поведет себя рынок. Прежде чем заходить в крупные позиции. Смотрю тебя с 20-го года. Ты принимаешь отличные решения на рынке. Буду и дальше учиться на твоих видосах. Правило номер один. Сохраняй свой капитал. Спасибо за такой коммент. И да. Правило номер один от Ворона Баффета. Сохраняй свой капитал. Странные у тебя какие-то сделки. Зашел на 59 с 20-м плечом и ликвидация на 51. У тебя ликвидация должна быть примерно на 56. Получается, что Баби дает тебе привилегии? Нет, ребята. Я просто добавлял маржу в позицию. Если бы я не добавлял, то тогда цена ликвидации была бы выше. Она была бы реальная на 56. Когда я открывал позицию, она мне стоила то ли 5, то ли 6 тысяч долларов. Что-то такого плана. Но мне пришлось добавлять маржу, чтобы отодвинуть ликвидацию. А, вот, смотрите. Начальная маржа была 13 тысяч. Теперь маржа у меня 40 тысяч. А ликвидация отодвинулась на 50 тысяч 600. Вот, например, смотрите. Если я уберу 10 тысяч долларов из маржи, тогда цена ликвидации поднимется на 52 тысячи. Если я заберу из маржи 20 тысяч, то тогда цена ликвидации будет 55. И если я заберу 30 тысяч долларов, то тогда цена ликвидации уже 56. И если понадобится, я буду опускать еще ниже. Под 46 тысяч. И, кстати, не забывайте присоединяться к Телеграму. Этот подписчик заработал 709% прибыли. Пошортил на доте. Отлично. Хорошая была идея, кстати, пошортить дот. Опять же, новости про германское правительство, которое продает биткоины. Продали 17 тысяч биткоинов на 951 миллион долларов. Это самая большая продажа за один день. Но что интересно, рынок вчера выкупил эти биткоины. Да не было такое падение, как 4 июля. Тогда рынок сильно провалился. А вчера нет. Вчера, когда правительство снова продавало свои биткоины, на этот 1 миллиард, то эти биткоины откупили. Рынок особо этого не заметил. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Надеюсь, вам полезны эти видосы. Смотрите, учитесь на них. И обязательно пройдите мои курсы. И присоединяйтесь к моему Телеграмму. Торгуйте с другими трейдерами. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Торгуйте с другими трейдерами.